МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТОЛИЦА В наши дни в развитии мегаполиса всё подчинено главному принципу – интересам простых людей. Работа на локальном уровне ориентирована в первую очередь на адресное решение проблем у гаража. Создание максимально комфортного жизненного пространства. Повышение качества образования, оказание медицинских услуг, развитие бизнеса, открытие новых рабочих мест. Подобный продуманный подход вкупе с огромными инвестициями, направляемыми на развитие всех сфер – промышленности, инфраструктуры, транспорта, коммунального хозяйства, обеспечение экологического благополучия, даёт результаты. Но ещё больше проектов и программ в Ташкенте, уверен президент, предстоит реализовать. В государственной программе по реализации стратегии Узбекистан-2030 в год поддержки молодёжи и бизнеса определены цели и задачи по поддержке развития предпринимательства, эффективному использованию водных и других природных ресурсов, реализации туристического потенциала регионов, улучшению жилищных условий населения и инфраструктуры городов. На сегодняшнем совещании обсуждены вопросы организации этой работы в столице. Для облегчения реализации инвестиционных проектов субъектов предпринимательства в городе Ташкенте создано акционерное общество «Ташкент Инвест Компаниэсы». Перед компанией определены задачи по реализации инвестиционных проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнёрства, включая проекты реновации. В связи с этим утверждается упрощённый порядок реализации проектов на условиях государственно-частного партнёрства, а также порядки реализации проектов реновации в столице и сотрудничества на основе контракта «Жизинного цикла». На презентации была представлена информация о создании специальной промышленной зоны «Янги-Авлот» с целью повышения промышленного потенциала столицы и запуска производств на основе высоких технологий. На территории промзоны площадью 664,5 гектара планируется привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 1,5 млрд долларов. Создать 2,5 тысячи новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 трлн сумм в год и осуществлять экспорт на сумму 5 млн долларов. Также рассмотрены предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице. С этой целью планируется реализация соответствующей программы мер в Миробатском, Алмазарском, Челанзарском, Учтепинском, Шахан-Тахурском, Юнусабадском, Якосарайском и Яшнабадском районах, включая организацию улиц гастрономического туризма и улиц ремесленников, строительство современных объектов торговли и услуг, гостиниц, создание зеленых и рекреационных зон вдоль каналов. Указана необходимость организации данной работы на уровне махалей с определением их точек роста, их специализации на определенных видах деятельности и озеленении территорий с широким использованием антижанского опыта. Глава государства одобрил представленные проекты документов и предложения, дал ответственным лицам ряд поручений по качественной и эффективной организации их исполнения. «Как будут развиваться промышленность в Ташкенте, социальная, коммунальная сферы, отрасль строительства и реновации? По этим актуальным задачам состоялась презентация. Уважаемым президентом, была перед хакимиатом Ташкента поставлена задача перевода на новый этап процесса развития высокотехнологической промышленности. В этой связи проработан проект возведения новой промышленной зоны в Янгихайотском районе. Ее отличие от других будет в том, что для участников будут прописаны особые условия по производству продукции из расчета каждого гектара занимаемой площади. Глава государства дал решение по всем вопросам. Президент дал поручение, чтобы в этой зоне была и научная составляющая, то есть она должна вобрать в себя и образование, лаборатории, чтобы у производства была возможность дополнять друг друга. То есть появится кластерная система. Еще одно актуальное направление – это проблемы в сфере строительства и реновации. Руководитель страны разъяснил, каким должен быть механизм реновации. Очень много двухэтажных временных строений, которые уже долгие годы ждут своего решения. Все они не отвечают нынешним требованиям. Есть большой риск с точки зрения безопасности. Проработаны механизмы их реновации с привлечением возможностей частного бизнеса. У нас примерно 500 гектаров территории подпадает под реновацию. И теперь есть механизм по решению данной проблемы. И он открывает большие возможности для частного сектора. Сегодня под председательством уважаемого президента состоялось совещание по рассмотрению развития города Ташкента. В частности, одно из крупных направлений, которое было рассмотрено, это созданию в городе Ташкенте, в районе Яни-Хайот, новой специализированной особой промышленной зоны, которая будет располагаться на территории 650 гектаров. Основной целью является создание новых рабочих мест, развитие экспортного потенциала, развитие промышленности, привлечение инвестиций, привлечение технологий. И по нашим скромным расчетам в данной промышленной особой зоне будут располагаться более 800 предприятий. В ходе разработки концепции, в ходе разработки мастер-плана данной промышленной зоны мы привлекали ряд зарубежных специалистов, которые уже на стадии подготовки данного проекта дали весьма высокие оценки. И уже многие зарубежно крупные производственные компании выразили заинтересованность принять участие и построить свою производственную площадку и разместить свою производственную мощность на нашей новой промышленной зоне. В целях развития экономики, развития промышленности глава государства дал конкретные указания по обеспечению непосредственного участия сотрудников экономического комплекса в реализации крупных проектов, начисления бюджетных поступлений, организации рабочих мест, а также создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, мы представили отчет о проделанной работе в городе Ташкенте по системе Махаля-Бай, а также деятельности Махалинской семерки, основанной на андежанском опыте. После чего руководитель страны дал соответствующие поручения. Также, исходя из проделанной работы в Махале-Дукчи, глава государства дал указания по определению баланса Махалей в работе со списками тетрадей, по конкретному распределению полномочий представителей семерки и заместителей районных хакимов. Президент подчеркнул, что свое основное время мы должны проводить в Махалях. Если будут решены все проблемы в Махале, то она будет развиваться, и в районах проблем будет меньше. И в целом во всем городе Ташкенте будет меньше недостатков и пробелов. Поэтому основная наша задача – использовать максимум незадействованных ранней возможностей, которые на сегодняшний день в Ташкенте составляют 50%. Используя их, мы можем решить имеющиеся проблемы на местах. Продолжение следует...